МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это программа LiveJournal Live, мой блог в живом журнале Yellow Reporter. И сегодня мы увидим поля тюльпанов в Голландии. Побываем на экскурсии в музей фонарей. Узнаем, чем был впечатлен главный редактор французского журнала CitizenKey. И если успеем, то посмотрим на монастырь в скалах. Но вначале мы отправимся на Камчатку. А моим соведущим сегодня будет эксперт из офиса живого журнала Рома Москова. Рома, привет! Привет, Сережа, привет! Рома, привет, как твои дела? Я снова рад тебя видеть. Я постоянно рад тебе. Взаимно. Спасибо. Ты, как всегда, лаконичен. А я расскажу о том, что сегодня исполняется год журналу, пожалуй, самого известного инспектора охраны территории в Кранотском заповеднике. Игорь Шпеленок совершенно потряс городских читателей своими рассказами о проделах лиса-злодей-злодеича и удивительными фотографиями свирепых медведей. Сегодня у журнала 19 тысяч друзей, а каждый пост читает в среднем 70 тысяч человек. А иногда и больше сотни тысяч, уточняет Игорь. От журнала действительно невозможно оторваться. История про лис просто завораживает. Знаменитый лис-злодей-злодеич оперативную группу заповедника сделал просто небоеспособной. Оперативники – это элита охраны заповедника. Они неделями могут жить в сугробах, берут вооруженные браконьерские банды. Медведи им дорогу всегда уступают, когда видят этих свирепых мужиков. Но лису-злодей-злодеичу их появление в избушке не понравилось. Пока инспектора готовили обед, лис утащил в неизвестном направлении их ботинки. Лишнего он ничего не взял, просто у каждого человека по одному ботинку. Как ни искали, ничего не нашли. Еще у Игоря есть жуткая история о медведе-шатуне. Вот она в кратком пересказе, что как-то ночью, в середине февраля, избушку встряхнуло. Я проснулся, услышал шаги на крыше. Было слышно, как шатун скребет крышу и рубероид рвется под его звериными когтями. Я открыл форточку и бабахнул рядом с ухом шатуна с сигнальной ракетой. Зверь убежал и больше к жилью он не подходил. И много других историй совершенно прекрасных и прекрасных фотографий. Ром, вот Игоре Шпеленку исполняется год в живом журнале. Слушай, а какому журналу исполняется больше всего лет? Первым русскоязычным пользователем был Линкер, чей дневник был открыт 27 ноября 1999 года в 3 часа 8 минут. И имеет он в базе данных. Самую первую запись на русском языке в ЖЖ оставил пользователь Эд 3 сентября 1999 года. Среди русских пользователей активно применять сервис стал пользователь филолог и старту Роман Лейбов. Он это начал применять 1 февраля 2001 года. В ЖЖ у него ник РЛ. В среднем за сутки в ЖЖ во всем мире создается около 100 новых аккаунтов. Сколько новых аккаунтов? 20 тысяч. 20 тысяч новых аккаунтов в день. Ром, спасибо тебе большое. Оставайся с нами. Впереди у нас просто поля тюльпанов. Блогер-архитектор Вакин рассказал и показал в своем живом журнале необыкновенные поля тюльпанов в Голландии. Тюльпан попал в Голландию в 16 веке из Османской империи. В Голландии обладание экзотичным луковичным растением было в начале привилегий немногочисленной элиты. После увлечения захватило широкие слои населения вплоть до крестьян и служанок. И это превратилось в настоящую манию, которая погубила огромное количество судеб. Продавцы луковиц зарабатывали гигантские деньги. Все разговоры и сделки вращались вокруг единственного предмета – луковиц. Для того, чтобы купить луковицы и перепродать их по более высокой цене, закладывались дома в состоянии предприятия. Я процитирую книгу «Искусство и деньги проданам. Пирожки Доси». Один крестьянин за две луковицы тюльпана сорта «Вице-король» расстался почти со всем своим имуществом. Большим количеством пшеницы и ржи, четырьмя быками, восьмью свинями, двенадцатью овцами, четырьмя бочками масла, кроватью, серебряным кубком и даже какой-то одеждой. В апогее тюльпаномании всего за четыре луковицы тюльпана был продан шестиэтажный дом на канале. Всего за несколько дней до этого этот дом можно было купить за восемь луковиц черного тюльпана. Всего лишь одна луковица сорта, определенного сорта отдавалась за процветающую пивоварню. И как итог, в феврале 1637 года число продающих превысило число покупающих. Началась биржевая паника и всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены. К концу года цены упали в среднем в сто раз. Это был настоящий крах. Ну, вот так вот тюльпаны погубили просто тысячи судеб. Ром, скажи, пожалуйста, какие есть в живом журнале цветочные сообщества? Сережа, специально для тебя сообщаю. Цветочные сообщества в ЖЖ, самое популярное, это Ру Флористика. Создан в 2006 году. На данный момент в нем 300 участников. Так что, Сереж, присоединяйся. Слушай, я боюсь разориться. Ром, спасибо тебе большое. Оставайся с нами. Мы отправляемся в музей смотреть на фонарики. Блогер Бону побывала в музее городского освещения «Огни Москвы». И вот что она узнала. Здание музея представляет собой редкий памятник русского зодчества – белокаменные палаты конца 17 века. Первые фонари устанавливались на деревянных столбах и их заправляли маслом из конопли. В лунные ночи фонари, кстати, вовсе не зажигались. Зажигать и чистить фонари должны были пожарные. Однако большую часть конопляного масла довольно плохого, а они съедали вместе с кашей. Вследствие этого фонари рано гасли и улицы с переулками погружались в кромешную тьму. Замена конопляному маслу искали долго, пытались использовать лампадное масло и хлебный спирт. И только в середине 19 века на мировых рынках появился просто непревзойденный конкурент – керосин. Первые электрические фонари появились в Москве в 1880 году. В саду Эрмитаж вечерами публика приветствовала их включение аплодисментами. Лампочки давали желтоватый свет, горели так себе. Тем не менее впечатление новое освещение производило просто огромное. И, в общем, много других любопытных фактов все не перечислить. Ром, скажи, пожалуйста, есть ли в живом журнале сообщество, посвященное музеям? – Например, сообщество музея МРУ создано в 2009 году, более 300 участников. Там можно найти все о музеях мира. Отдельно хочется сказать о сообществе музея Зоченко. Это сообщество посвящено жизни музея-квартиры Михаила Зоченко, единственной на данный момент экспедиционной площадки Государственного литературного музея. – Ром, в каком ты музее был в последний раз? Я был в последний раз в музее русской гармоники. Как меня туда занесло, не спрашивай даже. – Меня туда пока не заносило. – Хорошо, Ром, спасибо. У нас впереди еще две новости, если мы их успеем рассказать. Блогер Крабко рассказывает о книге, которая выйдет только в апреле. Фредерик Шабин, главный редактор французского журнала CitizenKey, путешествовал по Грузии в 2003 году и на одном из тбилисских рынков наткнулся на книгу о советской архитектуре. Шабин не понял ни одного слова из нее, однако фотографии произвели неизгладимое впечатление. Настолько неизгладимое, что он отправился в путешествие длиной в семь лет. Шабин за это время посетил 14 бывших советских республик в поисках самых необычных произведений советской архитектуры, начиная с 70-х и заканчивая развалом Советского Союза. Удивительные здания, вот вы их сейчас видите. Ром, я знаю, что в «Живом журнале» есть сообщество, которое посвящено удивительной архитектуре, только гораздо меньшего размера детским площадкам. Это так? Что это? Да, это так. Сообщество «Детский двор» создано около шести лет назад, более трех тысяч участников. Именно в этом сообществе вы можете найти настоящий шедевр скульпторов, маньяков. Наслаждайся. Хорошо, Рома, я обязательно буду наслаждаться. А у нас впереди еще одна новость. Блогер Акватек Филлипс побывал в скальном мастере Челтер-Каба. Это один из пещерных монастырей Крыма. Название Челтер-Каба в переводе с крымско-татарского буквально означает «решетка пещера». В монастыре насчитывается более 50 пещер, расположенных в четыре яруса. В одном из нижних ярусов выделяется огромное помещение с пятью колоннами, напоминающее языческое святилище. Восточный край этой пещеры обработан в виде небольшого христианского храма. 21 век ощущается и в этом месте. У живущих здесь есть ноутбуки, свой сайт, а электроэнергию они получают при помощи солнечных батарей. Ром, расскажи, пожалуйста, очень кратко, кто такой блогер Акватек Филлипс, потому что я последний раз вижу его, часто очень вижу в разнообразных топах. Ром в Левастополе завел блог около года назад, за год успел стать тысячником, фотографирует о родном городе, также на аквариумную с профессиональной деятельностью автора. Ром, спасибо тебе огромное, мы уложились вовремя. Всем спасибо, Ром, тебе спасибо большое. Читайте наш живой журнал Тиви Рейн, смотрите нас, смотрите наш завтра в 18.40. Всем пока, Рома, пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова